Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, 19 июля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Почему пшеница дешевеет, а пошлина растет? Действительно ли в Европе катастрофа с урожаем пшеницы? Есть ли шанс, что в ГИС зерно отложат? Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. Мы благодарим за поддержку компанию Агрокультура, эксклюзивного дистрибьютора жидких минеральных удобрений Мегамикс, в том числе Мегамикс семена полифункционального состава, который обеспечит растения азотом, фосфором и калием на первые недели развития и позволит ему получить мощную корневую систему. Главным событием прошлой недели стала встреча представителей России, Украины и Организации Объединенных Наций в Стамбуле. Стороны договорились о создании зернового коридора, пути, по которому зерно Украины сможет выехать из заблокированных портов Черного моря. Сделка теоретически позволит Украине экспортировать около 20 миллионов тонн зерна старого урожая, пишет немецкое издание Агрархойте. Итоговый документ по данным Минобороны России еще не подписан, но новость о переговорах уже успела обрушить цены на пшеницу. На европейском фьючерсном рынке мукомольная пшеница потеряла 32 евро и подешевела до 325 евро за тонну. Опустились фьючерсы и на Чикагской бирже. Сентябрьские котировки мягкой зимой пшеницы составляют 285,4 доллара за тонну. Экспортные цены на российскую пшеницу движутся в том же направлении. На прошлой неделе глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что на базисе ФОП Новороссийск пшеница с протеином 12,5% подешевела с 370 до 360 долларов за тонну, а пшеница с протеином 11,5% стоит 345 долларов за тонну. Впрочем, буквально вчера глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сообщила, что цена упала уже до 335 долларов за тонну. Одновременно с падением цен усилился экспорт. За первые две недели июля трейдеры поставили за границу 1 миллион 245 тысяч тонн пшеницы, 84 тысячи тонн ячменя и 56 тысяч тонн кукурузы. Возможно, в ближайшее время мы увидим еще больший рост экспорта в связи с тем, что США и Евросоюз, которые ранее вводили жесткие санкции против России, умерили свой пыл и освобождают из-под санкций сельскохозяйственную продукцию. Сначала Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая разрешает проводить операции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, пассивным материалом и репродуктивными материалами для животноводства. А во вторник, 18 июля, Еврокомиссия исключила из списка санкций сельхозпродукцию. В пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, говорится в сообщении Еврокомиссии. И это, конечно, позитивная новость, причем не столько для нас, россиян, сколько для миллионов голодающих во всем мире. На днях президент компании Яра, это один из крупнейших производителей минеральных удобрений, в интервью изданию Шпигель сказал, что 276 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Их число в два раза больше, чем было до пандемии. Причины голода, сложности с поставками сельхозпродукции, удобрений, ну и, конечно, цены на зерно и удобрения. Заканчивая новость о зерновом коридоре для Украины, отмечу еще два любопытных факта. Египетская госкомпания ГАСК объявила тендер на закупку пшеницы из США, Канады, Австралии, Аргентины и Бразилии. Однако в тендере не могут участвовать ни Россия, ни Европа. Аналитики предполагают, что этот тендер – попытка Египта прощупать альтернативные варианты поставок. По такому же пути может пойти и Турция. Глава Федерации мукомольной промышленности Турции Эрен Гюхан Улусой выступил в СМИ с заявлением, что страна может обратиться к рынкам Франции, Аргентины и США, чтобы закрыть дефицит пшеницы из России, на которое приходилось 60% импорта, а также из Украины, чья доля доросла до 25%. Европейский Союз, особенно его западная часть, продолжает страдать от засухи. В понедельник Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором сказано, что засуха угрожает 46% территорий ЕС, при этом на 11% территории констатирует дефицит почвенной влаги. Аналитики Strategy Grains из-за жары понизили свои прогнозы по урожайности пшеницы в Европе. Если в прошлом году ЕС намолотил почти 130 миллионов тонн пшеницы, то в этом году не получит даже 124. Впрочем, это не самый низкий урожай в истории Евросоюза. А вот в России, напротив, может быть установлен исторический рекорд. Очень неожиданным оказался прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка в 138,5 миллиона тонн зерна, из которых 90,5 миллионов тонн пшеницы. В Икаре считают, что Краснодарский край и Ростовская область получат рекордную урожайность. Ставропольский край покажет хороший результат. Волгоградская область, возможно, даст рекорд по воловке. Справедливости ради надо сказать, что урожайность и правда пока выше прошлогодней. Краснодарский край по состоянию на 14 июля обмолотил 45% площадей подозимой пшеницы. Средняя урожайность 66,4 центнера с гектара. В Ростовской области к 18 июля было обмолочено более 56% площадей подозимой пшеницы. Урожайность культуры 42,6 центнера с гектара. Это почти на 5 центнеров выше, чем в прошлом году. Что касается России в целом, то по сообщению Минсельхоза урожайность пшеницы выросла по сравнению с прошлым годом на 24% и составляет 42,2 центнера с гектара. Правда, наши донские сельхозпроизводители говорят, что тройки в этом году будет мало. Но официальной информации пока нет ни у Россельхознадзора, ни у Центра оценки качества зерна. Тем временем пшеница в южных регионах падает в цене. И сейчас она даже дешевле, чем на аналогичную дату прошлого года. В среднем 12 рублей 20 копеек за килограмм четверки дают, а в прошлом году пшеница стоила на рубль дороже. В портах цены тоже не радуют. Вот такие индексы дает Союз экспортеров зерна. Кого винить? Во-первых, конечно, не последнюю роль играют пошлины, которые с 20 июля снова поднимутся. Пошлина на экспорт пшеницы составит почти 6 тысяч рублей, это плюс 400 рублей к ставке прошлой недели. Пошлина на ячмень прибавит более 600 рублей и составит 4413 рублей за тонну. Пошлина на кукурузу вырастет всего на 70 рублей, 3145 рублей за тонну. Вторая причина низких цен – дорогой рубль, который никак не хочет слабеть. Председатель правления Сбербанка Герман Греф популярно объяснил, почему это произошло. Во-первых, потому что финансовые санкции не позволяют переведить валюту за границу, и она, валюта, накапливается на банковских счетах. Ну, теперь вы понимаете, какую пользу для страны несли олигархи, выводившие деньги в офшоры. Это, конечно, шутка. Вторая причина в том, что торговые санкции ограничили импорт в Россию. По мнению Грефа, ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами. Но, правда, когда это произойдет, Греф не уточнил. Пока в правительстве России думают, как бы отрегулировать курс рубля, чтобы он был выгоден экспортерам, донские аграрии предложили Госдуме решение, которое не потребует вмешательства в национальную валюту. Местное отделение партии «Единая Россия» в пролетарском районе Ростовской области направило председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором попросило пересмотреть размер зерновых пошлин. В обращении аграрии отметили, что закупочная цена на пшеницу упала до 12 рублей за килограмм. Это практически на уровне себестоимости. Доход сельхозпредприятий с килограмма зерна составляет 1-2 рубля, а вот пошлина забирает 5,5 рублей. Ну а с 20 июля заберет все 6. Ставку пошлины требуется сократить как минимум на 3 тысячи рублей, заявляют авторы обращения. Справедливая цена на фуражную пшеницу должна составлять 15 тысяч рублей за тонну, на пшеницу третьего класса 18-19 тысяч рублей за тонну, считают аграрии. В противном случае крестьяне начнут экономить на удобрениях и пестицидах, и мы скатимся на фуражку, говорится в письме. Пролетарское отделение «Единой России» призывает всех коллег-аграриев направлять аналогичные письма депутатам Госдумы. Мы готовы освещать вашу инициативу, ну и в том числе рассчитываем, что Вячеслав Володин, как только разберется с законодательством о пропаганде нетрадиционных сексуальных ориентаций, все-таки обратит внимание на цены и на ставки пошлин. Еще одна гражданская инициатива прозвучала на этой неделе от Российского Союза промышленников и предпринимателей. РСПП предупредил правительство России о возможных срывах в поставках из-за запуска системы в ГИС «Зерно». В письме премьер-министру Михаилу Мишустину РСПП указывает, что тестирование в ГИС «Зерно» происходит в самый разгар уборочной кампании. И в этот период аграрии должны вносить огромные массивы информации в систему прослеживаемости зерна. Система с этим не справляется. Часть функционала не работает или работает с ошибками, отмечают в Союзе. РСПП просит Михаила Мишустина перенести внедрение системы на год, то есть до 1 сентября 2023 года. Напомним, что ранее с аналогичной просьбой выступали Торгово-промышленная палата России, Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств. И даже Минсельхоз готовил законопроект, который предлагал перенести сроки введения систему на год. Но все осталось по-прежнему. С 1 сентября 2022 года работа в системе станет обязательной. Поэтому не теряйте времени и попытайтесь все-таки ее освоить. Если вам стало грустно, то не грустите. Сейчас мы вам покажем депутата Госдумы Сергея Морозова на круглом столе, который был посвящен импортозамещению сельхозтехники. Ну, то есть по-новому, с подачи Дмитрия Медведева, это называется «Технологический суверенитет России в АПК». Если кто-то услышит опять очередные слова о том, что мы не сумеем строить самолеты, мы не сумеем строить комбайны, трактора, то мы с вами должны уже не стесняться просто громко говорить о том, что это не просто какие-то малообразованные люди, это просто предатели. Это люди, которые, так сказать, не верят в настоящее, уж не говоря про будущее нашей страны. Я искренне восхищаюсь настроением этого человека, который и сам верит, и других убеждает, что санкции пойдут нашей стране только на пользу. И будто в доказательство этих слов через несколько дней НТВ выпустила сюжет о производителе сельхозтехники «Россельмаш», который к 2023 году начнет самостоятельно выпускать коробки передач и редукторы для комбайнов. Последние 20 лет эти комплектующие поставлялись почему-то из Европы. Так что светлое будущее обязательно наступит, даже несмотря на то, что сегодня сроки отгрузки готовой сельхозтехники выросли с 30 до 130 дней, а самоходная техника российского производства подорожала вдвое за полтора года. Такие данные на том же круглом столе привел глава Росагролизинга Павел Косов. Впрочем, перечисленные сложности характерны не только для российского рынка. В Германии, например, фермерам тоже очень долго приходится ждать своих агрегатов. По словам главы Ассоциации немецких производителей машин и оборудования Тобиаса Эрхарда, логистика запчастей стала уже глобальной проблемой. Зачастую машины могут быть доставлены только с опозданием, потому что некоторые переключатели, датчики или даже резиновые детали буквально нигде не найдешь. Так сказал Тобиас Эрхард, журналисту издания Агрархойта. Он отметил, что с 24 февраля Германия перестала получать из промышленных регионов Украины стальные детали, жгуты и другие комплектующие. Так что производственные и технологические затраты на изготовление машин и устройств в Германии тоже значительно возросли. Закончим этот выпуск любопытным списком. Есть такое агентство политических и экономических коммуникаций, которое ежемесячно составляет рейтинг наиболее влиятельных персон в области агропромышленного комплекса. Семерка лидеров практически не меняется. Это министр Дмитрий Патрушев, вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, замминистра Оксаны Лут, сенатор Алексей Майоров и глава Аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин. В июне в десятку прорвался донской губернатор Василий Голубев, причем за счет новости о том, что Россельмаш запускает инвестпроект в Таганроге. Вениамин Кондратьев, глава Кубани, оказался на девятом месте, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров только на двенадцатом. Это отличный результат, учитывая, что глава экспортеров зерна Эдуард Зернин оказался только на двадцатом месте, глава КОР Владимир Плотников на двадцать первом, а глава масложирового союза Михаил Мальц, которого вы считаете очень важным человеком в отрасли, только на двадцать восьмом месте. Вот вам короткий список тех, кому можно писать обращения и требовать каких-то реформ в агропромышленном комплексе. Надеемся, что все ваши комментарии, все ваши чаяния будут услышаны, не только нами. На этом наш выпуск завершен. Друзья, мы благодарим вас за ваши комментарии, лайки, за то, что вы активно участвуете в нашем телеграм-канале. И напоминаем, что ваши донаты это тот источник, который помогает нам продолжать нашу деятельность. Спасибо всем и увидимся в августе!